Подарили вот такую плетистую розу. А для того, чтобы она росла, необходимо сделать, чтобы она вот здесь как завивалась. И поэтому я вот сегодня с утра это начал делать, решетку, столбики поставил, решетку. Двор на юбилейном проспекте 48 по праву можно считать образцово-показательным. И все благодаря золотым рукам Валерия Сайгакова. В прошлом году он стал победителем конкурса главы «Мой комфортный дом» в номинации «Лучший двор». В этом году решил тоже участвовать. В планах у Валерия высадить новые цветы и сделать фигуры из подручных материалов. Здесь штурвал у нас от корабля. И детвора просят, чтобы сделать корабль. Вот сейчас мы приехали, ну думаю, через месяц корабль будет. Друзья, которые проходили, мы видели, подарили настоящий флаг военно-морской еще Советского Союза. И не просто, думаю, сделать, а так, чтобы этот флаг дети могли поднимать и опускать, как положено на кораблях. Ну так задумок много, и в основном-то все задумки это детвора преподносят. Идеями на миллион с Валерием делятся не только дети, но и их родители. Но для Валерия главное – радость и улыбки на лицах детворы. Кстати, совсем недавно Валерий смастерил бизи-борд. Это развивающая доска по методике Монте-Сори. Пользуется особой популярностью. Игорь – герой России нашего Реутова. Он для внука когда-то сделал бизи-борд, это такая для развития детей моторики. Ну и хотел мне отдать, я говорю, давай попозже мы ее поставим. И вот за моей спиной он как раз стоит. Так же, как Валерий, принять участие в конкурсе «Мой комфортный дом» может каждый риутовчанин. Проводится конкурс в Реутове в пятый раз. В этом году всего четыре номинации. Лучший подъезд, лучший дом, лучший двор и лучший креативный подъезд. Наши победители, те, кто занял первое место, они начинают участвовать в конкурсе на территории Московской области, то есть среди всех городов Подмосковья. Нам очень приятно, что каждый год хотя бы один из наших победителей занимает первое место на конкурсе Московской области. Надеемся, что и в этом году нам также повезет. Критерии оценки тоже есть. В основном это творческий подход в оформлении, оригинальность и санитарное состояние объекта. Ну а подводить итоги конкурса будут в сентябре.